Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио Алексей Ерлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 20 июля 2017 года четверг, по одному из старинных 19 день месяца получения даров природы 7525 лета осьмица. Начинаем живой эфир, посвященный теме «О чем говорит наше тело?». Авторы-сказительницы Юлия Ковалёва и Анна Акчурина. Здравия, Юлия! Здравия, Анна! Здравствуйте! Ну, начнем, наверное, уже по протоптанной дорожечке топать. Начало теоретическая часть, водная, и потом практическая, если такая подразумевается, и вопросы, и ответы, и реплики из чата, и канала Ютуба Народного славянского радио, которые будут что-то нам помогать выяснить с точки зрения, понятно вы рассказали всё или непонятно. А также, может быть, навеют какие-то дополнительные практики, может быть, какие-то дополнительные советы. Передаю микрофон. Пожалуйста, начинайте. Спасибо, Алексей. Еще раз всем доброго вечера. Сегодня такая тема… Ну, я Юлия, чтобы по голосу тоже начали идентифицировать эту мать. Сегодня такая тема, такая, наверное, одна из любимых. Ну, я, наверное, думаю, что наша вместе с Анной, и моя в том числе, потому что я именно уже продолжительное время специализируюсь на работе с телом. Даю и делюсь возможными практиками оздоровления, омоложения лица и тела. И сегодня такая вот именно тема прямо на самом деле не то, чтобы наболевшая, а та, которая каждый день находится в моей жизни. Мы не случайно назвали тему, о чём говорит наше тело, потому что наше тело, оно действительно с нами разговаривает на протяжении всей нашей жизни, наверное, самых ранних лет, ну и до самых-самых последних наших с вами дней. И говорит она совершенно разным языком с нами. Оно может говорить с усталостью, если мы переутомились. Оно может говорить, наоборот, очень глубоким расслаблением, если что-то приятное, напряжением, возбуждением. Одним словом, какие-то сигналы оно постоянно посылает нам. И очень здорово, если мы учимся слышать то, о чём говорит, понимать язык нашего тела и обязательно как-то реагировать. Потому что если в продолжительное время мы, скажем, глухи к этим сигналам и к этим словам, наше тело начинает с нами говорить более настойчиво, и это уже похоже на язык боли. А в таких уже более серьёзных ситуациях это уже язык всевозможных заболеваний. Но вот если говорить конкретно про тело и даже немножко к медицине это отнести, то существует такая соматическая теория, которая утверждает, что всё абсолютно, что мы испытываем на протяжении всей нашей жизни, накладывает тот или иной отпечаток на наше тело. И вот очень здорово, когда мы понимаем, о чём идёт речь. Кроме такой соматического аспекта ещё существует понятие психосоматики, о том, что наше тело – это абсолютно единый организм, который связан и с нашей душой, и с нашей психикой. И всё у нас сработает взаимосвязанно. Если мы о чём-то думаем, это обязательно отражается в нашем теле. Собственно, и какие-то дискомфортные ощущения, которые мы испытываем телесно, они не могут бесследно пройти для нашей психики, нашего эмоционального поля, чувственного. Да, добрый вечер. Меня зовут Анна. И продолжу вопрос по психосоматику, что очень непросто вот то, что мы пережили в теле за всю жизнь, а вообще с самого раннего нашего появления внутри живота у матери и рождения, и потом тот период, как нас качали, гладили, насколько мы умели, научились отталкиваться, как у нас было развито тело и как с нами обращались, это заложило основу, с которой мы, в принципе, потом продолжаем жить. И есть такое направление, как психосоматика, это направление в психологии, которое действительно основной акцент сделан на изучении взаимосвязи психологии эмоций и тела, каким образом это переживается. И те эмоции, которые мы не переживаем, которые мы подавляем, которые мы останавливаем, они остаются в теле. Сначала у нас формируется напряжение, затем повторяющиеся эмоции, и подавления еще наслаиваются, и уже образуется такой некий спазм, который в дальнейшем формирует уже непосредственно нашу болезнь. И, как уже Юля сказала, тело действительно с нами говорит. Каждая болезнь, каждый симптом, любое заболевание, абсолютно любое, даже самое неприятное, которое у нас есть, это повод, правда, остановиться и услышать, что же все-таки сейчас организм пытается нам донести. Где мы себя насилуем, где мы себя сдерживаем, в чем мы себя останавливаем, где мы не удовлетворяем свои настоящие желания, где мы на самом деле идем в угоду различным людям, где мы просто следуем каким-то паттернам поведения, которые нам когда-то сказали, что так надо и так должно, но мы, не разобравшись, продолжаем действовать, а тело чувствует в эти моменты боль, и тогда оно реагирует. Действительно реагирует в первую очередь с этой усталостью, напряжением, и, как я уже сказала, в дальнейшем это переходит в болезнь. И важное, есть такое понятие, как ретрофлексия, да, ретрофлексия. Это вот все симптомы, они проявляются через это прерывание контакта нашего, когда мы хотим что-то сделать для другого или мы хотим, чтобы нам что-то сделали, но мы останавливаем это послание, мы это не произносим, мы это не говорим, мы не устанавливаем отношения, а мы все останавливаем в теле напряжение и останавливаем свое дыхание, сжимаем кулаки, сжимаем челюсти. Если напрягаем мышцы, живота и любые другие участки тела, сковывается это напряжение, мы застываем, а мы перестаем в этот момент чувствовать. Вот в этом моменте остановки чувствования и происходит замирание телесного, и в дальнейшем такой мышечный панцирь и нарастает. И постепенно к этому важно двигаться так же, как это формировалось постепенно с годами, то и так же самое важно и продвигаться очень медленно. Есть три уровня психосоматики, и здесь важно сказать, что люди часто идут на то, что начинают работать только, например, с психологами и перестают обращаться к врачам. Вот что касаемо вопроса психосоматики заболеваний, если это уже хроническое заболевание, годами существующее, важно, чтобы вы были под наблюдением нескольких специалистов, чтобы вы не оставались точно в одиночестве, это однозначно, и не выбирали только один способ, один путь, а пробовали разный, потому что каждому человеку подойдёт его определённый какой-то вид помощи, а работа с телом действительно огромное количество, и работа с эмоциями в том числе. Ну вот я тоже хочу немножко пообъяснить сам механизм, а я сейчас рассказываю о том, что могут существовать всевозможные остановленные чувства, недопрожитые эмоции. Всё это по телесному механизму очень похоже на механизм реакции нашего тела на стрессовые ситуации. Не перестаю постоянно произносить фразу, которая глубоко находится в моей вере, это то, что наш организм абсолютно уникальная, такая автономная, совершенная система. В нашем организме действительно всё очень грамотно, здорово и так здорово выстроено, что, допустим, если какие-то органы у нас перестаёт функционировать, их функцию могут на себя взять другие органы. Наши клетки постоянно обновляются, оздороваются. В общем, организм полностью у нас таким образом, скажем так, рождён для того, чтобы мы полноценно могли и очень на максимуме своих возможностей проживать свою жизнь. И есть такая у нас реакция, которая называется стрессом. Это тоже не что-то негативное на самом деле. Это защитный механизм, который помогает нашему телу, нашему организму на определённые вещи реагировать тоже грамотно. Но во время любой стрессовой ситуации что происходит с нашим телом? Выбрасывается в кровь адреналин, и следом за этим выбросом все мышцы, но большинство мышц нашего тела, они сжимаются, сокращаются в размере. И вот такой процесс реакции на страх, он выглядит как сжатие. Это происходит у каждого абсолютно человека на таком внутреннем рефлекторном уровне. Это очень такой похожий механизм, который испытывают и животные в том числе. И в первую очередь, когда наше тело реагирует на стресс, у нас зажимается, всё так движется сверху вниз. Сначала у нас зажимается лоб, потом глаза, потом область челюстей, потом это опускается на шею, в плечи и в область живота и ниже уже к ногам. Но вот на такой механизм есть ответное действие организма. После этого наша задача, как бы задача организма расслабиться максимально. И это и должно происходить, когда мы поняли, что в общем-то ничего страшного не случилось, либо наоборот на какое-то действие предприняли, потом следом все мышцы у нас расслабляются. Но, к сожалению, такое расслабление, оно наступает нечасто. И в очень большом количестве ситуаций мы не расслабляемся полноценно. Такое тоже существует понятие остаточного напряжения. Когда нет завершения какой-то ситуации, когда нет завершения какой-то эмоции, эмоции там либо чувства не прожиты до конца, вот это вот напряжение в мышцах, оно сохраняется, накапливается и формируются как раз-таки те самые мышечные зажимы, про которые говорила Аня. И такая вот накапливающаяся тревога, она, накапливаясь при напряженных мышцах, к сожалению, провоцирует большое количество всевозможных заболеваний. Таких самых элементарных, например, как зажатые жевательные мышцы, зажатые челюсти, они провоцируют стоматологические проблемы. До каких-то, может быть, уже заболеваний, там, серьезных изменений гормонального фона, заболеваний эндокринной системы и так далее, и так далее. Это что происходит. Существует сейчас тоже, ну, можно эту информацию найти, достаточно просто, такие как бы карты нашего тела, и в зависимости от того, где существуют избыточные напряжения, то есть слишком зажатые, хронически зажатые мысли, можно продиагностировать определенные вещи, то есть можно понять, какая ситуация приблизительно стояла за таким накапливающимся напряжением. Конечно, здесь все очень индивидуально, но определенные моменты, они могут быть такими общими, и вот про них, наверное, и можно сказать. Например, если вы наблюдаете, что у вас очень сильно постоянное такое ощущение зажатости в области рта, в области челюстей, как правило, за этом стоит все, что вам не удавалось на протяжении определенных лет выговаривать. Вот то, что вы не говорите вслух, а накапливаете в себе и как бы зажимаете внутри себя. Это могут быть обиды, за которыми может стоять злость невыраженная, а какие-то агрессивные тоже реакции невыраженные. Если вы наблюдаете, что у вас большое такое напряжение в области головы и лба, то, скорее всего, слишком много проживается ситуация именно головой, не дается в этом место чувствам выражения и проживания через чувственную сферу. И визуально, ну так как я работаю очень много именно с женщинами и еще занимаюсь преподаванием лицевой гимнастики, мы обращаем внимание на морщинки, складочки, которые на лице появляются. И вот следом за таким напряжением лба, женщины могут видеть свое лицо с такой испещренной в этой области морщинками. И зачастую, сняв вот это вот напряжение из этой области, кожа разглаживается, и женщина начинает возвращаться в такой свой ресурс, получать такую мощную энергию. Если чуть-чуть ниже опуститься и взять напряжение в области плеч и шейного отдела позвоночника, наверное, это наблюдается у 90% людей, и мужчин, и женщин, то это, скорее всего, говорит о такой чрезмерной ответственности, причем ответственности, возможно, которую человек берет на себя немножко сверх своей силой, сверх своих возможностей, тоже не проживает ее до конца, не давая шансов своему телу качественно расслабиться. Грудь, область грудной клетки, тоже вот обиды всевозможные, которые не проговорятся, не проживаются. Если живот, то там тоже могут связаны, очень много страха у нас в животе находится тоже, который не прорабатывается. Область желчного пузыря, как правило, заболевания связаны с желчным пузырем, тоже за этим могут стоять обиды, а если глубже коснуть, что стоит за обиды, это тоже злость, агрессия и так далее. Да, я рекомендовала бы каждому составить свою парту телесных реакций и своих симптомов, потому что вот действительно очень много различных авторов и созданных схем, когда определенный участок тела, заболевание в этом участке говорит о том или ином проживании чувств или непроживание, да, но важно, чтобы вы замечали индивидуальные и свои, потому что они правда могут, у кого-то в животе действительно будут страхи, а у кого-то в животе огромное количество ярости и ненависти, которая сдерживается, и человек может искать там страх и не находить, и расстроиться. Оказывается, там были другие переживания. И они у каждого человека все равно распределяются индивидуально и с определенным, ну там, свойственным только данному человеку, ну неким единым компонентом, да, если так можно сказать. Вот, и хотела добавить еще про стресс, о том, что вообще стресс изначально это то, что нам необходимо и мобилизует наши энергии, наши резервные силы организма. Но если действительно после стрессовых ситуаций нет расслабления, нет отдыха, нет переключения, то тогда уже стресс перерастает в хронический стресс, и вот здесь тогда начинается нарастание мышечного напряжения и переход стрессовых реакций в психосоматические заболевания. То, что сам по себе действительно стресс – это то, что несет в себе влагу. А уже дальнейшее – это и есть такое понятие дистресс, это как раз когда уже наступает фаза истощения. Вот там, ну, и изначально идет самое разрушение. А в самом понятии стресса, и очень многие люди пытаются прятать, вот там не стресс, стресс. На самом деле ситуация стрессовая приходит для того, чтобы человек справился с ситуацией, нашел в себе силы. И как Юля говорила, действительно наш организм настолько уникален, и в нем огромный потенциал и силы, и резервы мы до конца еще не изучены полностью. Но именно благодаря вот таким стрессовым ситуациям, и в том числе заболеваниям, мы открываем новые возможности тела, и вообще мы познаем многие стороны себя, о которых даже не доказывалось. узнаем о том, что мы действительно можем злиться, что мы хотим договариваться, что мы хотим строить отношения, мы хотим общаться, а не быть в одиночестве и сковывать себя. Многие люди говорят, мне не нужна семья, да, я там буду жить один, меня это устраивает. А когда начинаем разбираться, оказывается, что такие мысли и такие переживания пришли из-за того, что человек пережил когда-то в жизни, а на самом деле он действительно хочет семью, он хочет детей, он хочет создавать свою жизнь совершенно по-другому сценарию. Вот, что хотелось на данный момент добавить в это. И что, конечно же, такой вопрос актуальный, что с этим делать? Ну, точно чего делать не нужно, если наш организм, проявляя себя какими-то симптомами, например, симптомами боли, каких-то заболеваний, если организм не требует действительно какого-то серьёзного, такого уже медицинского вмешательства, дать возможность разговориться нашему телу, не глушить эти симптомы всевозможными лекарственными препаратами. Потому что боль, когда мы её глушим, снимаем мы только лишь симптом болезни, но мы совершенно не понимаем причину, которая привела к возникновению этой боли. Если привести в пример такой самый-самый простой, например, если прыщик вскочил на лице, его можно замазать и скрыть, а можно пытаться понять, что вызвало его образование, понять, что его образование связано, скорее всего, с образом питания, с образом жизни, с тем, какая пища попадает в кишечник. И 90% вероятность, что кишечник, он зашлакован. И таким образом, проявляясь на коже, наше тело сообщает о том, что ему пришло время почиститься, пересмотреть свой режим питания, сделать его более живым, более лёгким, возможно. И в этом случае кожа сама по себе будет очищаться. Если же, понятное дело, заглушить то, что проявилось внешне, это будет только усугубляться, накапливаться и потом отразиться более серьёзными уже проблемами, которые могут быть, в частности, на лице проявлены. Конечно же, вот мы с вами начали говорить про стресс, много этому вниманию уделяем. Естественно, что живя в обществе, общаясь с другими людьми, реагируя на всё происходящее вокруг нас, исключить стрессовые ситуации из своей жизни невозможно. Но однозначно то, что мы можем сделать, это научиться справляться с ними. И если мы понимаем, что стрессом влечёт большое-большое внутреннее напряжение, логично то, что мы можем помочь своему организму, предложив ему возможность расслабиться. И для этого существуют такие очень всевозможные техники. Я сегодня хочу поделиться с вами практиками очень-очень простыми, лёгкими в исполнении. Они подходят для людей разного возраста, в различном там даже состоянии здоровья. Это то, что вы можете делать каждый день в течение любого времени, дневного, либо вечернего, либо начинать с этого своё утро. Реагировать этими практиками на какие-то свои телесные ощущениями. Если, например, у вас чувствуется напряжение в области челюстной, либо даже если оно не чувствуется, и вы не подозреваете о том, что у вас есть челюстный зажим, я немножко вернусь к своему утверждению раннему, что этим, ну как скажем, страдает, не очень красиво слово, но тем не менее это характерно для большей части людей. Так вот, если вот эти вот зажимы присутствуют, что можно, как можно себе помочь мягко приоткрыть, разжать зубы и губы и костяшками больших пальчиков, костяшки больших пальчиков установить в место, где у нас соединяется верхняя и нижняя челюсти. Для этого можно просто подвигать нижней челюстью и определить это место соединений. И костяшками больших пальчиков очень мягенько надавить на это место и послушать, какое ощущение будет в ответ. Очень часто это ощущение может быть болезненным. Вы прямо сейчас можете это попробовать сделать с собой и поисследовать тему вокруг вот этой области, тоже посмотреть, где у вас ваше лицо откликается более болезненными ощущениями. И вот эти вот болезненные места просто мягенько, костяшками пальчиками, либо прям всеми пальчиками размассировать. Очень важно ни в коем случае как бы так не выжимать свою боль, не стараться ее прям вот вытащить и выкинуть мгновенно, а идти в это мягко, потому что эти зажимы, они накапливались годами. Для того, чтобы дать возможность им выйти, тоже требуется определенное время. Если будете ежедневно очень мягко размассировать область челюстных зажимов, то постепенно это поможет этой зоне расслабиться. Вы это будете наблюдать. Еще тоже очень хорошая практика, которая помогает расслаблять нижнюю часть лица, область губ, область челюстей. Точно так же мы мягко разжимаем зубы и губы и начинаем внутри рта вращать максимально языком, ну как бы вот облизывая губы изнутри. Важно очень делать это медленно, без напряжения в лице, вначале в одну сторону, потом в другую сторону. Во время этой практики вы можете ощутить, как прям вот такое ощущение, похожее на спазм, будет накапливаться в области челюстных зажимов, в области жевательной мускулатуры. И когда вы будете к этому ощущению приходить, просто можно сделать мягкий вдох через нос. И такой же мягкий, но очень глубокий выдох через открытый рот, позволяя вот этому напряжению высвободиться из вашего тела. Вот там пяти вращений в одну медленных в сторону, можно начать и в противоположную, доводить где-то до 36-40 таких вращений постепенно. Это практика, с одной стороны, как бы будет усиливать ваше напряжение, но тем самым оно будет помогать мышцам физиологически после этого очень глубоко расслабиться. Поэтому оно такая очень гармоничная, хорошо работающая. Если вы испытываете напряжение в области головы, в области затылка, в области лба, и как следствие вы можете ощущать головные боли, перепады, чувствовать давление, такой метеочувствительностью страдать, чем можно себе здесь тоже очень просто, очень экологично помочь. Находим у себя затылочные бугры, такие выступающие косточки в основании черепа, сзади находятся. Эти затылочные бугры тоже ежедневно, прям по нескольку разов в день массировать, тоже ни в коем случае не выдавливая свою боль. Когда вы чувствуете головной боль, когда вы чувствуете сильную усталость, переутомление, либо такой упадок сил, достаточно бывает помассировать эту область для того, чтобы это ощущение снялось. Что еще очень хорошо можно сделать? Просто потянуть себя за волосы. Ну, конечно, эта практика, наверное, больше откликнется женщинам, потому что волосы подлиннее, вообще длинные и очень хорошо стимулируют и кровообращение, и кожные покровы помогают тоже мышцам расслабиться. Но если у мужчины не лысая голова, присутствуют волосы, тоже можно себя мягенько подтянуть за волосы. Это очень такая тоже хорошая, расслабляющая, стимулирующая вещь. Можно положить ладошки на ушные раковины и вращать ладошки прямо с ушками в одну сторону и в другую сторону, тоже делая это неспешно. Наши уши – это вообще такие уникальные, ну, такая данность нам природы. На наших ушах находится большое количество биологически активных точек, которые связаны с очень большим количеством систем внутри нашего организма, лица. И мягко вот так вот вращая ушки, можно расслабиться очень хорошо. Можно тоже снять напряжение. Болезненность в области головы, болезненность в области лица, а если вы установите указательные пальцы за ушные раковины, прямо вот впритык к ушных раковин сзади, а средний пальчик установите по серединке ушной раковины и начнёте двигать такой, ну, такой как рогатка получается с пальцем, начнёте двигать вверх-вниз, делаете это интенсивно. Это тоже поможет очень хорошо справиться с перенапряжением. Это, между прочим, практика поможет очень хорошо снять усталость и ещё согреться, если вдруг вы чувствуете, что замёрзленно, например, находитесь там, ну, зимой, когда в прохладном помещении. И вот такой тоже совершенно нехитрой техникой можно помочь и своему такому внутреннему состоянию самочувствия поднять. И очень хорошая омолаживающая практика для лица, очень хорошо омолаживает лицо в целом. И вообще очень рекомендую со своими ушными раковинами контактировать ежедневно по нескольку раз в день, массируя просто интуитивно, прожимая, размассируя, повлаживая для того, чтобы через ушные раковины ваш организм мог получать очень хорошую стимуляцию и в том числе очень хорошее такое любимое расслабление. Что ещё рекомендую делать? Если вы на своём лице ощущаете очень сильное напряжение, такое прям концентрированное в области бровей, то большим указательным пальчиком берёмся за брови от центра, будем двигаться от центра к вискам и начинаем, захватили кожу бровей и оттягиваем её тоже мягко вперёд. Причём такое ощущение будет пограничное между очень приятным и немного болезненным. У кого-то боли, у кого-то менее болезненные, но очень приятное на самом деле ощущение, которое помогает в этой области тоже снять изгниточное напряжение. С глазками как можно поработать очень хорошо. Техника, которая снимает напряжение, снимает усталость, в том числе очень хороша для коррекции зрения, для укрепления зрения. Разогреваем ладошки, простирая их одну, а другую ладошку потираем. И такими тёплыми ладошками накрываем глаза. Глаза под ладонями остаются открытыми, и мы начинаем ими совершать с максимальной амплитудой медленные всевозможные движения. Вращение по часовой стрелке, по кругу против часовой стрелки. Двигаем глазами вверх-вниз, по диагонали справа-влево. Часто-часто можно поморгать глазками. Всё это совершаем под тёплыми ладошками. Тоже очень хорошо помогающая вирус. Как можно помочь своей шее, такой, ну, самой, наверное, тоже напряжённой части тела, в которой очень много концентрируется болезненных ощущений, потому что и напряжение здесь остаточное остаётся, и, к сожалению, не все из нас следят за своей осанкой. А малейшая, скажем так, деформация шейного отдела позвоночника, она приводит к тому, что переживаются лимфатические, кровеносные сосуды, наш головной мозг недополучает питание, наше лицо недополучает питание. И из этого всевозможные последствия происходят. Как можно расслабить свою шею? Понадобится полотенце небольшого размера. Берёте за полотенце за оба конца, ну, скручиваете в такой небольшой валик колбаску это полотенце, берёте за одну и другую сторону полотеночка, прикладываете центр этого валика к затылочным буграм и очень мягко, чуть-чуть буквально откидываете голову на это полотенце, чуть-чуть, буквально там 2-3 сантиметра получится наклон назад, и даёте возможность своему лицу в этом положении и своей голове максимально расслабиться. Очень хорошая техника, которая снимает спазмы с затылочной области, помогает справиться с головными болями, с перепадами давления и снять очень хорошо напряжение в области шеи. Дальше вы этим же полотенчиком, держась за оба конца, можете начать такое массирующее движение из стороны в сторону, продвигаясь от затылочных бугров вниз, к последнему шейному позвоночку. И так сделать таких несколько массажных повторений, постоянно стартуя с затылочных бугров. Одна из любимых моих практик, массажных практик, для неё вам понадобится теннисный мячик. Для большого тенниса, либо сейчас продаются такие мячики для бадминтона, но они такие довольно среднего размера, но мячик должен быть упругим. Подходите к стенке, берёте мячик, устанавливаете мячик между позвоночником и лопаткой. Весом тела напираете на этот мячик, ложитесь на мячик и начинаете всевозможные вращательные движения. По мячику вверх-вниз ползаете спиной, из стороны в сторону начинаете движение. Какие-то можно круговые движения совершать. Вы будете в области своей спины диагностировать всевозможные болезненные точки. На них задерживайтесь. Если какие-то очень болезненные точки находитесь, можете просто опереться на мячик и полежать вот в таком стоячем положении на этом мячике какое-то время для того, чтобы проработать это болезненное состояние. Очень хорошо эта техника помогает расслаблять короткие разгибатели шеи, а именно они у нас находятся в состоянии такого сверхнапряжения. Если мы часто наклоняем голову, например, смотрим, читаем что-то с телефона, наклоняемся к компьютеру. Одним словом, когда у нас на протяжении долгого времени голова находится в наклоненном таком вперед состоянии. В этот момент у нас длинные разгибатели шеи, они приходят в такое более растянутое, вялое состояние, а нагрузку за себя и за длинные разгибатели несут короткие, которые приводят к всевозможным спазмам и болезненностям в области плечевого корпуса и в том числе в области шеи. Тот же самый мячик можно очень хорошо использовать в качестве помощника великолепного для массажа живота. Сегодня уже упоминали, что в животе у нас могут скрываться большое количество всевозможных состояний от агрессии, злости, страха. И это может выглядеть таким серьезным перенапряжением мышц живота. Для того, чтобы помочь справиться с этой ситуацией, лежите на спине, несколько вдохов-выдохов расслабленных делайте для того, чтобы живот расслабился. Начинайте вокруг пука мягко массировать свой живот по часовой стрелке, против часовой стрелки. Двигайтесь просто очень мягко, в каком-то смысле даже замедленно для того, чтобы почувствовать под ладошкой и под мячиком свои внутренние органы, органы брюшной полости. И вы тоже будете натыкаться на более такие уплотненные участки, на более болезненные участки. На них останавливаемся и даем возможности вот эти вот боли свои тоже постепенно размассировать, очень мягко поработать. Массаж не только справляется с зажатой стимулс, но еще очень хороший массаж для всей брюшной полости, для стимуляции органов пищеварения. Что тоже для нас является важным, потому что наш кишечник, он просто огромное количество функций для нас выполняет. Не только переваривание функций пищи, но в нем очень много иммунных клеток находится, которые отвечают за вообще нашей такой целостности здоровья. Ну и, пожалуй, последнее даже, что скажу, это техники, которые позволяют глубоко расслабить весь организм. Они связаны с нашим дыханием. Когда мы долгое время пребываем в таком перенапряжении, стрессовых ситуациях, из гармоничного дыхания, более глубокого, мы переходим на дыхание более поверхностное. У нас зажат передняя часть живота, передняя мышца живота зажимается, у нас пережимается диафрагма. Мы начинаем дышать только на уровне груди, очень поверхностно, зачастую, часто. И следствием этого может являться гипервентиляция легких. А гипервентиляция легких приводит к тому, что случаются всевозможные сердечно-сосудистые заболевания, очень сильные реакции на изменение давления. Вот для того, чтобы не спровоцировать такие реакции в своем теле, для того, чтобы помочь себе с этими ситуациями справляться, очень здорово учиться правильно дышать. Лучше всего этому учиться лежа, но если у вас нет такой возможности, можно делать это и сидя. Для этого нужно максимально расслабиться и начинать дышать. Вначале делать вдох через нос, выдох через рот. А в идеале прийти к тому, чтобы дышать только через рот. Дыхание через рот, оно помогает очень глубоко расслаблять наше тело на очень глубоких уровнях. Вот вы лежите или сидите, мягко дышите, и с каждым вдохом и выдохом старайтесь сделать и вдох, и выдох более глубоким и более продолженным по времени. И постепенно приходите к тому, что ваш вдох будет глубокий, а выдох еще более глубокий, еще более продолженный по времени. Например, вы делаете вдох на три счета, а выдыхать стараетесь на четыре, на пять счетов. Вот таким типом дыхания, причем опускает, стараетесь воздух в самый низ живота, на вдохе даете возможность животу, как воздушному шарику, без помощи мышц наполнится полностью воздухом, прямо чтобы воздух ваш зашел в каждую область вашего живота. А с выдохом даете возможность всему воздуху точно так же плавно, как он зашел, выйти из вашего тела. Живот расслабляется и уходит в позвоночник. И вот такой вот тип дыхания, он помогает очень хорошо расслаблять постепенно мышцы, зажатые во всем теле. А также к такому типу дыхания можно прибегнуть, если вот вы прямо сейчас находитесь в состоянии перенапряжения, стресса. Понимаете, что вот сложно сейчас остановиться, расслабиться. Садитесь, не выложитесь. Пять-десять минут такого дыхания, они помогут успокоить ваш шкур, успокоить метаболизм в вашем организме. И уже в таком состоянии вы сможете принять более какое-то грамотное решение для того, чтобы совершить то или иное действие в такой вот стрессовой ситуации. И вот таким дыханием очень хорошо работать и с перенапряженными, и с болезненными точками в нашем теле. Вы, допустим, отслеживаете, что вам где-то очень больно. Например, заболело сердце. Вы можете начинать дышать вот таким образом мягко в облае сердца, делая вдох в него, а с выдохом представлять, как эта боль уходит из вашего тела. Такая визуализация, дополненная к дыханию, она тоже помогает очень хорошо и глубоко расслабиться. Вот, собственно, вот такие вот совершенно несложные практики, которые мы можем пользоваться ежедневно, повторюсь, в любое время и помогать своему телу высвобождаться и определенным тоже эмоциональным ситуациям глубже проживать. Да, и для начала важно, чтобы вы вообще признали, приняли то, что в данный момент тело, организм, вы это есть целое. Вы и есть эта болезнь, вы и есть это здоровье или нездоровье. Вы это выбираете, вы это реализуете. Через это вы говорите с миром, через это вы говорите со своей семьёй, через это вы говорите со всеми людьми, которые вас огружают, и с самим собой в том числе. И от этой точки важно двигаться, чтобы признать, что это есть, и как вам хочется, чтобы было для того, чтобы настроить себя не на какой-то короткий марафон, пробежка в несколько месяцев, а действительно настроить на то, что это то, что вы хотите поменять в своей жизни целиком и полностью перестроиться, и больше чувствовать, больше осознавать, больше быть в контакте с своим телом. И, понятное дело, это приведёт к тому, что это будет больше здоровья. Если из психологических вещей, о чём, ну, что могу порекомендовать, да, это в дополнение к юменному продыханию, точно важно, чтобы вы вообще обратили внимание на то, как вы дышите, и заметили, какой вдох и выдох вы осуществляете. Потому что важно, чтобы был как глубокий вдох, так и глубокий выдох. И вы находили время для того, чтобы в течение дня хотя бы 15 минут пройтись пешком, и особенно, конечно, в городах с интенсивным режимом люди очень часто про это забывают, но радостно, да, осознавать, что всё больше и больше людей в эту сторону поворачивается. Правда, пройтись для того, чтобы замедляться и начать чувствовать своё тело. Почаще задавайте себе вопрос, что я сейчас чувствую, что я сейчас хочу, в каком я сейчас самочувствии. Вы можете распечатать, найти в интернете различные таблицы чувств и выделить себе какое-то время и поисследовать, понаблюдать, в каком режиме чувств вообще вы живёте, на какой интенсивности чувств. Вы обнаружите, что на самом деле очень много чувств, которые написаны будут в таблицах, вы их даже не распознаёте и не ощущаете, пробегая мимо, и живёте уже давно на определённых пиках. Я часто задаваю вопрос людям о том, что они чувствуют, их ставят в тупик, и они говорят, а что я сейчас должен сейчас чувствовать, какое чувство я должен сейчас ощущать. Чувство невозможно найти в голове, чувство всегда точно в теле. Это очень важная взаимосвязь, о которой важно помнить. И когда вы узнаете, какие чувства вы распознаёте, что вы чувствуете, в какой интенсивности, постепенно расширять диапазон своей чувствительности и замечать всё больше и больше разнообразие чувств, вводить в том числе и через тело различные ощущения, тактильные в том числе. Дальше это точно все практики расслабления и отдыха, чтобы у каждой клеточки есть аутогенные тренировки различные. Но достаточно даже того, что вы просто на 5 минут будете закрывать глаза и как будто включать внутри лампочку и проходить по всем своим органам, задавая, правда, себе вопрос, как сейчас себя я чувствую? Потому что тело — это и есть вы. Вы неотделимы от тела, потому что часто люди, когда заболевают, они говорят, это тело болеет, это не я болею. На самом деле вы болеете, если на теле стали проявляться болезни, значит, вы уже давно заболели и душевно, и мыслительно, и тело уже кричит об этом. И важно это помнить и благодарить тело. Практики благодарения возвращают в том числе прикосновения, сухие массажи, когда я возвращаю себя к тому, что я сейчас есть, есть то, что я делаю, то, что я проявляю, то, что я чувствую, это всё целиком я. И ещё важный такой момент про уровень системы, в том числе симптомы и здоровье, и нездоровье — это проявление и семейной системы. Это важно помнить, потому что очень хорошо об этом показывают нам наши дети. Если есть конфликт в семье, если есть то, что подавляется в семье, те переживания, которые родители подавляют в себе или между собой, то дети берут это на себя и показывают нам в виде заболеваний. Вот если в вашей семье есть дети, вы можете, наблюдая за ними, потихонечку в том числе вернуться к себе и тем самым разгрузить и себя, и детей своих. И хороший такой есть способ, как узнать, какое послание несёт тот или иной симптом, то или иное заболевание. Если вы его опишите, как оно проявляется, как оно себя ведёт и представите, что оно делает, то вы тем самым сможете появиться некий образ, некое ощущение, что симптом делает. То есть это, например, много любви и воздушит своей любовью какой-то близкий, вам хочется пространства, вам хочется какого-то своего места, вам хочется, чтобы вас слышали. Это там спазмы в горле и вам хочется говорить. И тогда тем самым, если вы какое-то время начнёте больше внимания, это потребуется дисциплина, это потребуется, правда, ваше время для себя, чтобы вы научились распознавать эти сигналы и потом только, когда вы их научитесь замечать, уже в дальнейшем вы научитесь эти сигналы переводить в послание через речь и осуществлять, то есть не зажимать ту же агрессию, а говорить, правда, о своём раздражении, говорить о своих желаниях. И тогда тело будет освобождаться, оно будет меньше болеть. И точно поддержу вопрос про лекарства. Здесь точно нужно быть аккуратными, если у вас хронические и тяжёлые заболевания, ни в коем случае без консультации с врачом не бросать это, но присоединить психологический компонент, присоединить эмоциональный компонент, телесный к тому, что вы осуществляете, и вы заметите, что часть заболеваний на самом деле будут уходить, часть напряжения будет уходить, и вам постепенно будет становиться легче. Важно точно настраивать себя на долгий путь, потому что всё, что касается психосоматических реакций, люди хотят очень быстро избавиться и говорят о том, что он не мешает жить. Но до тех пор, пока вы не поймёте, что любой симптом, любая болезнь помогает вам управляться и жить, и только когда вы освободитесь и научитесь вместо симптома это делать другими вещами, в том числе речью, в том числе своими эмоциями и телом, то симптом не нужен, он будет рядом с вами стоять, не нужно будет вызывать болезни, и вы будете точно здоровы, и будете сильны духом. Вот ещё, наверное, проиллюстрирую то, о чём сейчас Аня говорила, о том, насколько действительно мы в состоянии самостоятельно управлять своим организмом и управляя своими эмоциями и своими мыслями, мы можем воздействовать на наше с вами состояние, на наше с вами тело. Наверняка все знаете о таком эффекте плацебо. На эту тему очень много сейчас интересных исследований доступны о том, как плацебо. Плацебо – это эффект ожидания. Человеку даётся нелекарственный препарат при различных заболеваниях, и, собственно, человек вылечивается в результате приёма не лекарственного препарата, а в результате приёма вот такого совершенно водички, грубо говоря, только лишь на эффекте внутренней веры в том, что он исцелится. Вот если ещё раз говорю про иллюстрацию, один из учёных по имени Эванс, он проводил серию опытов, направленных на уменьшение боли, и он сравнивал эффект морфина с порошком плацебо. И в результате плацебо в 56% случаев оказывался по эффекту таким же, как и морфин. То есть обезболивающий эффект у людей вызывало всего лишь позитивные ожидания. И вот такие эффекты плацебо наблюдаются даже в области хирургии. Действительно, было отслежено, что наши эмоции, они запускают механизмы, которые воздействуют на большинство систем нашего организма, если не на все системы нашего организма, иммунные и другие. Если мы не программируем себя на заболевание, на то, что это заболевание может привести к каким-то таким последствиям, то, скорее всего, мы себя на уровне мыслей, на уровне своего эмоционального состояния, чувственного состояния, мы поддержим свое тело. Это будет провоцировать очень большое количество тех механизмов в нашем организме, которые будут исцелять наш организм. И результат будет очень-очень приятный в итоге. Поэтому вот такое взаимодействие существует. Ну что, Алексей, ну, наверное, вот это вот основное, то, что мы хотели сказать. И дальше давайте уже по вопросам будем уже дальше как-то глубже идти в эту тему, отвечая на те вопросы, которые, наверное, уже появились у слушателей. Хорошо. Давайте тогда вот что сделаем. Сейчас я включаю музыкальную паузу небольшую, чтобы нам чуть-чуть отдохнуть, вернее, не нам, а нашим радиослушателям. И после этого тогда мы уже перейдем ко второй части «Вопросы от радиослушателям реплики» из чата Народно-славянского радио и из канала YouTube. Ну и вообще разговор по душам. Согласны? Конечно. Хорошо. Давайте. Народно-славянское радио Для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова